Спасибо еще раз. Это очень любезное приглашение. Приехать и поговорить здесь, выступить перед вам. Я хотел бы поблагодарить моих спикеров, которые до меня уже коснулись многих вопросов, о которых я мог бы поговорить. Я хочу поговорить о рандомизированных исследованиях и о результате главном по выживаемости. Я думаю, что я начну с того, чтобы... Я покажу вам ревельпу. Может быть, не все были здесь. Я уже рассказывала о Европейском обществе онкогинекологов. Немножко покажу вам несколько слайдов, касающихся этого общества. Может быть, вдохновлю кого-то, особенно среди молодых врачей, присоединиться к этому обществу. Оно дает возможность получить доступ к огромному блоку информации. Можно смотреть видео. Можно смотреть видео прямо с конференции онлайн. Можно смотреть на то, что происходит в гинекологической академии, где обсуждаются на этой платформе какие-то новейшие достижения. Можно слушать лекции. Можно следить за тем, что происходит в области исследований. И видео для разных уровней подготовки доступны, включая учебники, через эту академию, ЭСКО-академию. То есть здесь очень много преимуществ участия. Вот несколько видео, которые можно получить в форме СИДИ лично. Это есть журнал «Одещи». Там тоже очень полезно установить связь. И я хочу вдохновить, особенно молодых людей, подумать о возможности публиковать в этом журнале свои статьи. Есть две версии издания, учебников, и сейчас появится электронный формат, помимо традиционного. И вот это молодые гинекологи. Это сеть 600 человек, в основном из Европы. Есть некоторые члены, которые участвуют, живя за пределами. У нас есть 35 представительств по зонам, и мы рассмотрим это как наше будущее, как нечто очень важное для нашего будущего. И если вам меньше 40, вы молодой, так член потенциально, вы можете получить огромное преимущество. Это социальные какие-то общения через медиа, это презентации, это написание совместных статей с другими представителями молодого поколения. Это молодая группа, очень-очень активная. Я рекомендую, если вы обдумывали, присоединяться или нет, присоединять это не очень дорого. Я боюсь, что это не бесплатно, но вы получите. Очень скоро вы увидите преимущество в смысле того контекста, контента, который можно получить, участвуя в работе этого общества. Итак, что касается рака шейки матки, мы уже немножко поговорили о биологии, которая ведет к необходимости применения токсичной химиотерапии. Мы говорили о дозах, о концентрации. И я тоже этих вопросов, коснусь вопросов будущих направлений. Хочу поблагодарить еще раз выступавших здесь. Они очень сохранили мне время, поэтому я буду, может быть, не так нестись, чтобы было возможно переводчикам просто все это артикулировать на русском и следить за моей речью. И мы видели много новых работ, которые были опубликованы за последние годы, которые обобщили некоторые идеи по патогенезу в связи с фалафалопиями, трубами, здесь процессы в связи с другими злокачественными процессами в гинекологической области, эндометриальная карцинома и так далее. Изучались молекулярные профили разных опухолей, и, например, сирозная карцинома привлекла внимание, которое связано с процессами в фалафалопии в трубах, очень считается теперь интересной темой. Новые темы ищутся гены, которые вовлечены их мутацией. И многие, конечно, заболевания связаны с молекулярным профилем, молекулярными событиями. И интересно и важно понять, как они регулируют, как они регулируют, реагируют эти уровни на терапию. И у нас, может быть, не так много прорывов на молекулярном фронте, как нам хотелось бы. И вы, наверное, знаете, что большинство этих пунктов стоят на повестке дня, но то, что мы не можем понять, это баланс между HPV и инфекцией. Вот что мы пытаемся делать с точки зрения терапии, должно изменить этот баланс. Мы должны включить новые концепции, которые развиваются по мере приобречения нового понимания патогенеза. И здесь я написала эти пункты образования, ресурсы, курение, скрининг. Я не буду об этом говорить. Вопрос о вакцинации. Очень большой вопрос. Мы вакцинируем всех девочек в нашей стране. Но это еще дискутируется, надо ли мальчиков, собственно говоря, от этого вируса прививать. В некоторых странах в Европе и в Азии, где религиозный, ортодоксальный подход существует, мешает введение эффективных программ скрининга и вакцинации, где отсутствует полное понимание миссии, в том числе государства в отношении здоровья женщины, не только. В некоторых странах пытаются вводить новые способы, новые подходы, новые подходы к терапии. Все больше исследуется биология опухоли и все больше есть попыток связать ее с биологией вируса HPV и его определенными типами с целью в аспекте рассмотрения, как наши дальнейшие цели, на которые мы будем направлять наши усилия ангиогенез и гипоксия опухоли. Также в фокусе внимания. Сейчас у нас есть хорошо цисплатин, два агента, уже оправдавших себя, он доступен много лет. И было показано, что это активный агент, действующий против рака шейки матки. Также покритоксел хорошо себя зарекомендовал. Были позитивные результаты исследования с участием гемцитабина и также карбоплотина, особенно в отношении определенных опухолей. Есть рандомизированные исследования одно также, которое касается биоцизумада и его взаимодействия, так сказать, взаимоотношения с антителами. Очень интересно. Последние годы были показаны, что платином даже в комбинациях, такие комбинации на нем основаны, говорят, дают улучшение выживаемости. И это также было показано, что вот эта выживаемость, выигрыш здесь было больше, когда интервал до рецидива был хороший. То есть вот такой платином и комбинацией давали увеличение этого интервала. Также мы до сих пор, до конца, всю картину не прояснули. Я хочу показать, что комбинация, которая показана красным, покритоксел, цисплатин, также дают улучшение по выживаемости, по сравнению с другими комбинациями в других группах. Это ГОГ, цисплатин и покритоксел стали стандартом лечения для распространенного заболевания. Более тяжелых стадий ангиогенез также заслуживал наше внимание. Наши выступающие сегодня уже касались этого вопроса. Говоря о роли макроскопии, интересные данные от АСКО по раку яичников, где квантифицировается CD31, плотность микрососудов внутриопухолевых. И вот это помогает нам проводить более адекватный отбор пациентов на определенные виды лечения. Такая концепция появилась. ГОГ и были 240, гипотеза проверялась. И там был выигрыш по выживаемости, скромный, но был бевоцезумат активен при таким раком. Рак активно лечит. Это было показано во второй фазе вот такой одногруппного, одноагентного, простите, лечения. И мы можем посмотреть, что есть свидетели, которые связывают HPV с 7 и 7, с дисплазией, с инактивацией PRB, смещение HDAC1, ADAC4, ADAC7. И мы это наблюдаем и хотим наблюдать на многих опухолях. Будем продолжать двигаться в этом направлении. Немножко слазноватый, слаб, но здесь показано взаимоотношения между разными-разными компонентами, между HIF, 1A, PI3K и ангиогенезом. Мы видим, как связаны определенные пути, каскадные с гипоксией. Будьте дабы, попросите уважаемого профессора говорить в микрофон. К сожалению, кабина не может обеспечивать перевод, если кабина не слышит звука. Звук поступает только через микрофон. Кабина приносит извинения. Речь идет о PGF и связывании с этими возможностями, определенными в смысле применения новых агентов к лечению рака шейки матки. Возможно, это даст нам понимание тех путей, модифицировать схемы, включающие цисплотин и изменить схемы облучения. Простите, переводчик не слышит выступающего. Выступающий отвернулся от микрофона. Кабина еще раз приносит глубочайшие изменения. Перевод невозможен по причине неиспользования микрофона. Есть у нас некоторые тревожные моменты, связанные с токсичностью. Мы говорим о том, что мы можем контролировать различные аспекты, но иногда проявления этой токсичности очень жесткие, очень тяжелые. И наши агенты таггерты, они не свободны от токсичности, и мы должны уметь ее проявления вести, речить, особенно в случаях, когда это тяжелые проявления. Во второй части я хочу просто сказать, что есть свидетельство, что цисплотин и паклитоксил особенно возможно, плюс бевоцизумаб, могут быть выбором лечения, терапия, либо выбора для первой линии распространенного, более тяжелого рака шейки и марки. Улучшается уровень ответа. Не все пациенты подходят под такое лечение, потому что мы думаем об обструкционных процессах на уровне кишечника, гипертезитором, бомболея. Статус общим и рецидивных заболеваний больше 12 месяцев цисплотина и карба или цисплотина-топотекан или еженедельный паклитоксил. Первый такой тагертный аген при лечении рака шейки матки, каков он все-таки должен быть. Я хочу немножко об этом поговорить и поблагодарить сегодня опять же предыдущих анализов, которые намного ссылались. Хочу также остаться на охрановый анализ. Он был посвящен выживаемости и выигрышу по выживаемости как результат применения химиотерапии и хирургии. Как нам это совместить с другими модальностями? Многие вещи нам уже понятно. Как нам совместить это? Возможно, я имею в виду химию и радиацию. У нас нет ответов на все вопросы, поэтому нам нужны рандомизированные, контролированные исследования, хотя многое уже мы понимаем. Смерти становится все меньше и меньше в Восточной Европе, хотя они совсем не ушли. И ниже, ниже мы с запущенными встречаемся с тадем. Позитивные лимфоузлы и их влияние на выжимаемость даже при включении химиотерапии комбинированных методов. Вот неодевантная химиотерапия при таком тяжелом, уже запущенном карциномии. 78% пациентов отвечают на химиотерапию. Высокий уровень ответа. Особенно, когда химиотерапия предшествует радиотерапии. Рандомизированные исследования, которые мы выполнили несколько лет назад, не показали улучшение выживаемости при комбинации химиотерапии и радиотерапии. Когда она дается до радиационной терапии, химиотерапия субоптимальной, можно назвать, возможно, потому что энтузиазм с ней связанный когда-то был высок, и ее долго давали до начала локального лечения, облучения, и терялся общий контроль над раковым процессом из-за этого. И мы просто хотим сказать, что время лечения общее также может способствовать новому росту опухоли в процессе лечения. Ну, а дивантная терапия до облучения, если у нас большие опухоли, то, что называется, балки, все зависит от преференций личных, но нам нужно думать об объеме, сколько же сантиметров, так сказать, 4-2 цикла, сколько мы даем, до CRT. Результаты мета-анализа я сам его делал, и мне помогали, помогал к охрану, и даты из хосписов, это, возможно, не та методология, которая в обзорвационных исследованиях должна применяться, но несколько слайдов. Слайдов местно распространенные опухоли, это данные исследований, вот здесь свидетельства дают результат комбинации терапии, брахиальной, в области таза, локализация, доз высоких интенсивностей, в области опухоли, и дают возможность сохранять окружающие ткани, комбинированное лечение, также связанное с токсичностью, это серьезный вопрос. Вот новые системы их применения, они касаются способов доставки, транспортировки, если можно так сказать, это тречение, через влагалище и в шейку. Об этом уже говорили, но я хочу подчеркнуть. Чем дольше время лечения, тем меньше местный контроль получается, оптимальная тагердная доза радиационной терапии, за зафиксированный период времени, более-менее короткий, это крайне важно, тазовая или брахиальная, шесть недель обычный, каждый дополнительный день, это потеря локального контроля. Вот здесь мета-анализис, который базируется на данных литературы, 15-20 лет назад я его выполнил, я отсматривал полторы тысячи пациентов, 11 исследований, читал литературу, химио-радиацию сравнивал с радиационной терапией в случаях местно распространенного рака, шейки и в основном комбинации лечебные, основанные на платинам, но была и химиотерапия без платины. Мета-анализ на основе данных литературы делался для того, чтобы посмотреть на продолжительность выживаемости и продолжительность выживаемости без рецидива и сравнить группу с платинами, например, шесть курсов 40 мг с другими схемами. И мы получили такие результаты. Этот анализ не платиновой комбинации не показывают преимущества по общей выживаемости, но когда мы смотрим на две группы преимущества химиотерапии по сравнению с просто облучением, также местный контроль улучшается и дистантный контроль улучшается в группе химиорадиации. Мы также опубликовали результаты по токсичности, на которые ссылался предыдущий докладчик. Есть трудности, как измерить позднюю отдаленную токсичность. Одно дело, острое токсичное мы видим. Вот здесь в группе химия радиации больше токсичности. Вот этот четвертый график показывает. Вот здесь супрессия. Простите, я не слышу ничего, я приношу извинения. Ну, 21 век, ну как-то можно и микрофоны сделать. Итак, долговременная токсичность в литературе, трудно или отложенная, трудно наблюдать этих пациентов, иногда они являются мигрантами и мигрантами, поэтому анализировать данные последующих наблюдений очень трудно. Но мы можем сказать, что через 2-4 года риск поздней токсичности связан с неврологической и ЖКТ-токсичностью и осложнениями. И такая токсичность влияет на качество жизни женщин. Ее трудно лечить хирургически. И здесь мы показываем количество вторичных, злокачественных образований. Затем мета-анализ по индивидуальным пациентам. Растет некоторым образом количество исследований. Вы можете видеть те же самые результаты. Комбинация, основанная платинами, и выживаемость. Это анализ показателей выживаемости. И вот сравнение со схемами, не основанными на платинами, когда химиорадиация применялась. Это подходит пациентам, у которых есть почечная токсичность на других препаратах. И вот этот анализ двух статьей, где была интегрирована химиотерапия и другие варианты и сочетание химиотерапии и радиации. Вот это результаты двух дополнительных исследований внизу, которые, когда дополнительная химиотерапия к химиорадиации добавлялась. Здесь есть улучшение выживаемости по сравнению с просто облучением. Общая выживаемость в этой группе химиотерапии, химиорадиации, вот эта желтая линия. И можно сравнить с контрольными группами здесь. Всего метаанализ на уровне отдельного пациента. 10 лет нет, свидетельств, что сойдутся кривые. А это значит, есть выигрыш по продолжительности жизни при комбинации химиотерапии и радиации. Теперь уточнение данных в более продвинутых стадиях. Мы не видим такого результата, о котором я говорил. Мы хотели посмотреть, например, добавление дополнительных лекарственных средств к цисплотину, химиорадиации, что это даст. Вот мы видим исследование. Это сложное исследование, потому что много иммуносупрессивных факторов были. Проводился анализ и сравнивался две группы. И в одной из группы дополнительной химиотерапии к интегрированной химиорадиационной терапии прибавлялась. И в этом одном исследовании общая выживаемость была лучше в группе, где была интегрированная химиорадиационная терапия и дополнительная химиотерапия. Мы становимся все более и более уверенными в использовании дополнительной химиотерапии. Что можно сказать про неодъювантные терапии в этом смысле? До, вместе или потом? Отбор агентов, отбор медикаментозных следств. Как выстраивать последовательность в лечении? В этом вопросы. Это уже мы касались этого вопроса. Дозы радиационной терапии, выбор цели, хороший ее захват, продолжительность радиационной терапии, 50-дей, например, контроль за дозой, поддержание его, прогностические факторы, продвинутые стадии. Прогноз становится хуже по мере их продвижения вперед. Гистология, плоскоклеточный рак. Это одна история. Мы знаем, когда мы работаем с группой пациентов, которые явно не выиграют от тех методов, которые применяются к другим методам. И здесь эти факторы прогностические приведены, включая размер опухоль и вовлеченность лимфоузлов. Я уже говорила о том, что антигенез, пути, каскады, сигнальные, их понимание дают на возможность выбирать дозы понимания ангиогенных агентов, дают возможность в определенных случаях, может быть, использовать пазапониб, может быть, в будущем мы больше будем об этом знать, сарафинип и так далее. Отдельной строкой стоят ингибиторы WE и другие зависимости отслеживаются сейчас. Иммунотерапия, которая основана на ИСИМ и связана с ним. Много интересного сейчас в Шотландии есть. Вы знаете, что Эдинбург и Петербург на одной и той же параллели, у нас такой же ветер, но у нас не такие низкие температуры, как у вас. Ангиогенные агенты и другие, как я сказал, могут использовать. И, как я сказал, иммунотерапия, за ней тоже возможно будущее. Независимое еще одно направление факторы, VGF факторы. И здесь мы говорим о антигенах первых и вторых путей. И геномные исследования. Что они нам могут дать? Несколько лет ушло на анализ данных определенных. И новые направления тагертной терапии можно намечать, наверное. В других областях онкологии многое уже сделано. Не настолько, сколько в нашей. Поэтому нам очень интересно профилирование опухолей, шейки матки. С целью выявления мутаций, получения представления о сайтах мутации. Особенно, вот вы видите, это не карциномы, это желтый, плоскоклеточный карцином, зеленый цвет. И сначала, кажется, мы ничего не понимаем, но вы видите, что киназные пути, их изменения меняются. ПИТС-Т2-ген тоже изменение. Гетерогенность очень высоко между разными опухолями. Но я думаю, что это приведет к продвижению вперед в наших терапевтических усилиях в ближайшие годы. И вот мой последний слайд. ПИТ-рик, киназа, ПТН, АКТ, мутации эти отвечают за 40% РРМ-ТОР. Чем больше мы знаем о маленьких молекулах, тем быстрее мы движемся вперед. Мы можем нацеливаться на починку ДНК, так сказать, и затем можем думать, насколько типы опухоли сможет быть связаны с радиотоксичностью, и насколько эффективна иммунотерапия, насколько эффективна вакцинация и так далее. Появляются новые формы эпилемумаб, например, как такая возможность движения вперед в области иммунотерапии, аттенуации 7, на которую мы можем надеяться. И еще одно направление, апоптос, например, П3, вот такой тагертный агент в этом случае. И это наше будущее. Хочу сказать, что химио-радиация – это установленное речение, качество контроля облучения, продолжительность введения побочных эффектов – это крайне важно для достижения оптимальных результатов от имеющей терапии. Мы продолжаем работать и думать, как комбинировать эти подходы с дополнительной химиотерапией, как неодювантная терапия, как комбинировать это с устоявшейся химио-радиационной терапией. И наши возможности есть для дальнейшей разработки новых агентов, которые либо могут даваться вместе с химиотерапией или в качестве поддерживающей терапии после. Спасибо большое. Замечательно. Есть ли вопросы? Уважаемые коллеги, у нас еще осталось 10 минут. Мы очень интенсивно работаем, поэтому, если кто-то хочет задать вопросы, даже по предыдущим выступающим, пожалуйста, прошу вас. Да? А, да, прошу. Новосибирский клинический онкологический диспансер. Только пошел представиться, мы-то вас знаем, но представьтесь, пожалуйста. Новосибирский областной клинический онкологический диспансер. Вот вопрос... Возьмите в руку. Извините. В руку возьмите микрофон. Вот большое количество было исследований, проведено именно комбинированного лечения рака шейки матки и в институте Петрова, и в институте Блохина, и в Томском институте онкологии. Поэтому вопрос, наверное, будет и звучать и Сергею Яновичу Максимову, и Ларисе Александровне, и Людмиле Ивановне Крикуновой. Этот вопрос затронул Константин Юрьевич Морхов. Вот клиническая такая ситуация. Больная 1Б, 1 стадия заболевания. Поближе микрофон, поближе. Опухоль меньше 2 сантиметров. Ей выполнена расширенная экстерпация, классическая операция Вергейма с транспозицией яичников. Отсутствуют все факторы неблагоприятной прогноза, то есть глубина инвазии, нет глубокой инвазии. Отсутствуют метастазы в лимфовоскулярное пространство, отсутствует опухоль в параметрии, но у больной выявлен один одиночный метастаз в лимфатический узел. Неважно, справа или слева. Нуждается ли такая больная в проведении послерационной лучевой терапии? Спасибо. Прошу прощения, кому адресован вопрос? Мне, наверное, да. Сергей Янович, Лариса Александровна и Людмиле Ивановне Крикуновой. Так, Сергей Эдуардович, я глубоко извиняюсь, я, наверное, первую фразу не прослушала. Вы мне скажите, пожалуйста, протяженность опухоли 7 мм и глубина инвазии? Ну, рассмотрим, опухоль до 2 см, глубина инвазии меньше 1 см, но отсутствуют все факторы неблагоприятные. Минимальная глубина инвазии, ну, одиночный метастаз. Ну, вот смотрите, у вас имеется одиночный метастаз. По клиническому случаю возможность появления новых метастазов у вас составляет от 18 до 25%. В этом случае, что для больной выгоднее, чтобы она спокойнее жила? Вероятно, надо провести лучевую терапию. Хоть вы его и убрали, но вы микроскопически уверены в том, что вы убрали полностью тот место, откуда ушел этот метастаз. Вероятно, вы не совсем в этом будете уверены. Если, тем более, вы шли на открытую операцию Вергейма. Так ведь? А какую зону тогда облучать? И вы получите ту дозу, которую вы хотели иметь на выходе и прекратить дальнейшее прогрессирование или хотя бы предупредить его. Вы удовлетворены? Сергея Яновича хотелось бы послушать. Сергей Янович просит шоку добавить. Я бы еще дополнил от лечения адъювантной химиотерапии. Вообще, я считаю, что у нас в первом ряду сидят эксперты форума. Может, к ним и стоит обращаться, как Сергей Янович? Адель Федоровна. Знаете, сейчас вопрос задан докладчикам, которые выступали на эту тему. Мы хотели бы услышать мнение Сергея Яновича. Мы услышали мнение относительно проведения адъювантной лучевой терапии и адъювантной химиотерапии. Только я не поняла, это будет одномоментная радиосенсибилизирующая химиотерапия или это будут отдельные курсы? А? Отдельные. То есть, ваша точка зрения – провести после операции лучевую терапию, а потом провести еще два курса химиотерапии. Вот ваш вариант. Еще был докладчик Морхов Константин Юрьевич. Где он? Пусть он подойдет, выскажет мнение Ронца. А потом мы сделаем общий консилиум и, может, к какому-то придем в заключение. Еще у нас не говорила Лариса Александровна Коломейц, может, еще Владимир Леонидович выскажет свою точку зрения. Пожалуйста. Спасибо, Адель Федоровна. Я, наверное, выскажу свое мнение, а не мнение Ронца, потому что, я думаю, не все профессора из Ронца со мной согласятся. Но первое, чтобы я сказал, что нужно было бы делать срочное исследование лимфатических узлов и выполнять пациентке поясничную диссекцию при этом, чтобы убедиться, что нет отдаленных метастазов, точнее, метастазов в отдаленных лимфатических узлах. Но в такой ситуации, если пациентка молодая, это, к сожалению, пока ни в какие стандарты не входит, но есть операция тип Д, о чем вчера упоминалось во время трансляции, которая подразумевает удаление внутренних подвздошных сосудов клетчаткой, лежащей за ними. И согласно результатам отдельных нерандомизированных исследований, выживаемость у больных с метастазами при выполнении этой операции выше 90%. Я бы сделал ЛЭП. Спасибо. Есть ли еще, пожалуйста, прошу вас. Игорь Викторович. Прошу прощения. Я хотел бы поддержать дискуссию по тому вопросу, который задал Сергей Эдуардович. На самом деле, мне кажется, ситуацию, которую он сформулировал сегодня, мне кажется, она достаточно часто встречается в нашей практике. Я вернусь, наверное, вот с комментарием Константина Юрьевича. Я попрошу вот под открытым голосованием. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, у кого есть возможность в клинике выполнить срочно гистологическое исследование сигнальных лимфатических узлов? Очень хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, каким способом выполняется детекция сигнального лимфатического узла? Или как выполняется срочная гистология? Это всё-таки сигнальные узлы или это тотальное исследование лимфатических узлов во время операции? Мы выполняем тотальное исследование, то есть все лимфатические узлы просим наших морхологов исследовать присрочным гистологическим исследованием. Очень хорошо. Но а сколько времени составляет вот такой процесс? Ну, с одной стороны, если это тазовая диссекция, 30-40 минут. Очень хорошо. Ну, наверное, такие возможности, скорее всего, не у всех есть. Во всяком случае, в Институте онкологии, я могу сказать, это совершенно открыто, что у нас гистологи не исследуют срочно лимфатические узлы, если мы их не говорим, именно какой узел нужно посмотреть. Мы это тотальное исследование у нас не выполнили. Наверное, можно договориться. Но вчера, наверное, в прямой трансляции мы с вами реальную показали нашу жизнь. И вы, если хронологически, вы видели, сколько занимало времени у морфолога, который, учитывая наш форум и прямую трансляцию, в принципе, сидел в шаговой доступности от операционной и как никогда концентрировал свое внимание и свое рабочее время на необходимость выполнить срочное исследование. Реально, вчера это заняло 30 минут одного узла. Я не могу сказать, что у нас плохие морфологи, у нас очень хорошие морфологи, и на самом деле это имело важное значение вчера. Поэтому я к тому, что хочу сказать, отвечая теперь на вопрос или принимая дискуссию в обсуждении, если говорить о вчерашней пациентке, конечно, пациентка будет подвергаться одевантному лечению, это будет обязательно сочетанная лучевая терапия плюс химиотерапия для этой больной. Но если говорить вообще о проблеме, которую вы подняли, на мой взгляд, сегодня у нас, наверное, мы можем говорить о резерве индивидуализации лечения таким больным. Резерв только один – это внедрение, на мой взгляд, все больше и больше в нашу практику моментов хирургического стадирования. Но на сегодняшний день реально, у нас только один сертифицированный способ есть, это радиоизотопное изучение состояния лимфатических узлов. Понятно, что для этой локализации это не очень метод выбора. Все другие способы, которые предполагают, в общем, тумаротропных препаратов, они у нас на сегодняшний день не внедрены в нашу практику. То, что мы выполняем в институте, это на самом деле на сегодняшний день не система. И я сразу говорю, что это какое-то наше направление, которое мы начали, введем. И это проводится в рамках нашего внутреннего протокола. Поэтому, к сожалению, наверное, и в этом в какой-то степени и есть недостаток, может быть, и диагностики, или стадирования, правильнее сказать, и может быть какой-то резерв, когда мы можем все-таки более индивидуализировать лечение этой группы больных. На самом деле много. Вот сейчас я могу только предварительные какие-то данные сказать. У нас есть опыт хирургического стадирования больных вместо распространенным раком шейки матки при стадии Т1, B2, 2B. Так вот, в группе больных 2B, которых мы стадируем, у 40% больных мы выявляем при стадировании метастатически измененные лимфатические узлы. А примерно у 15% мы видим эти изменения в поясничной зоне. Вот вся ситуация, которую я хотел бы просто в качестве комментариев. Спасибо большое. Можно несколько слов еще добавить? Действительно, проблема достаточно интересная, такая дискуссионная проблема. Я хочу сказать, как у нас поставлено в институте в Томском неонкологии. В принципе, вот радиоиммунный метод у нас является определяющим методом в определении стражевого лимфоузла, и все молодые женщины обязательно идут с определением стражевого лимфоузла. Но я хочу сказать, что морфологически действительно это очень трудоемкий процесс, учитывая особенности строения лимфатического узла. У нас сейчас разработана методика цитологического многослойного исследования стражевого лимфоузла. И сейчас мы проводим сопоставление с плановой морфологической проводкой и вот тем экспресс-цитологическим исследованием, которое мы проводим. И еще один не менее важный момент. К сожалению, мы с вами все прекрасно знаем, что не только шейка, но и все другие локализации достаточно избранно реагируют на химиепрепараты. И вот определение мутаций генов таким основным препаратом, как цисплатин, гемцитабин и топотекан, которые, в принципе, мы используем в адевантном режиме, это тоже стало у нас обязательным элементом определения вот у таких больных, чтобы действительно мы и не перелечили больных, и в то же время адекватно и индивидуализировали тактику лечения в послеоперационном периоде у таких больных. Спасибо. Спасибо. Полчаса перерыв. Да, пожалуйста, Адельфьёдна. Здравствуйте. Да, пожалуйста, прошу вас. Я хочу вернуться к этому случаю. И сейчас, выслушав различные мнения, еще не слышали мнения Льва Андреевича Ашрафяна, были затронуты два вопроса. Поднимите, пожалуйста, руку, кто определяет стражевые лимфатические узлы в зале. Неизотопным методом, лимфотразта у нас нету, ICG нету, то есть никто не поднимает руку, кроме Томска и, фактически, Санкт-Петербурга. Значит, этот вопрос отпал. Второй момент. Поднимите, пожалуйста, руку, кто делает срочное гистологическое исследование лимфатического узла, даже вот подозрительного. Ну, поднимает. Так, скажите, есть ли он метастатически поражен? Поднимите, пожалуйста, руку, кто делает после этого параортальную лимфодисекцию. Ну, где-то 10% зала отвечает «да». Теперь окончательно возвращаемся к этому клиническому случаю, который вот нас заразил Сергей Эдуардович. Это так для практики получается уже ситуация, которая сложилась. Радикальная гистероктомия. Это уже третья стадия заболевания. И я согласна с Сергеем Яновичем, мы должны решить проводить одевантную, вот не высказался, по-моему, Ронс, относительно проводить или не проводить лучевой терапию. Наша точка зрения, наверное, Лев Андреевич присоединяется, и вот уже я слышу, Сибирь присоединяется, что да, показана одевантная лучевая терапия и такая с радиосенсибилизация цисплотином, которая не была до... То есть вот этот курс обязательный. Относительно того, какая лучевая терапия, скорее всего, вот так как сделана радикальная гистероктомия, то достаточно дистанционного облучения вот с цисплотином еженедельным, там 6-8 циклов. Вы тоже, наверное, согласны. Относительно дальнейшего проведения ещё двух курсов одевантной химиотерапии, вот здесь вопрос по мировой литературе, он нерешённый. Поэтому скорее даже, может быть, нет, чем да. Вот такая точка зрения. Лев Андреевич присоединяется или отрицает эту точку зрения? Спор, он всё равно не поставит точку окончательную. Этот спор будет продолжаться. Я помню, что этот спор был ещё лет 20 тому назад, когда Екатерина Ефимовна Вишневская спорила с Ямом Владимировичем, стоит ли при какой-то ситуации, она считала, что нужно ещё добавить лучевую терапию. Ямом Владимирович был против, считая, что операция может решить проблему. Но, так сказать, проблема заключается в следующем. 90% больных онкологических погибает от метастазов. Но по разным локализациям количество реализуемых метастазов разное. При раке молочной железы – это одна конфигурация, при раке шейки матки – это другая конфигурация. Поэтому сегодня этап, когда начинает изучать метастазический процесс как самостоятельный сценарий развития онкологического процесса. И в этом сценарии есть разные варианты формирования метастазов. В том числе и в лимпатических узлах, в том числе и отдалённые метастазы, в том числе и дармантные метастазы спящие, которые, в принципе, уже есть, потому что опухолевый процесс на самом раннем этапе – это системный процесс. Давайте говорить уже прямо. Поэтому я стою на сегодняшний день. Пока мы досконально не знаем факторов прогноза, досконально, если есть метастазы, то надо трактовать как системный процесс и максимально в этой ситуации использовать возможности химиотерапии. Спасибо большое. Поддерживающие курсы химиотерапии. Видите, другая точка зрения. Но, наверное, уже прозвучала последняя фраза кофебрейка.